Дом – наша крепость. Тихая гавань. Хотите свой дом? ЖСК-173 «Ключ». Спонсор программы «Афиша». Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Афиша». Поговорим про искусство в нашем городе. За неделю, что не выходит передача «Афиша», как правило, обязательно что-нибудь интересное происходит, о чем нужно поговорить, что нужно отметить. В «Афише» мы стараемся рассматривать искусство разное, от диджеев до иконописцев. Просто в такие крайности нас не так часто забрасывают. Хотя, как посмотреть? Вот сегодня, например, про КВН и про дни сибирской книги на Алтае, что прошли в краевой библиотеке, совсем разные темы. Но то и другое искусство. Правда, некоторые не могут рассмотреть его в таком незамысловатом явлении, как КВН. Будут сегодня и традиционные материалы про выставки изобразительного искусства. Моя любимая тема. Больно выставки, только разные. И про театр немного скажем. Правда, театр необыкновенный, нетрадиционный. Театр пластической драмы «Человек». В преддверии концерта Бориса Борисовича Гребенщикова и группы «Аквариум» мы покажем клип. Правда, не новый, но не заезженный. В финале передачи, как обычно, будут некоторые анонсы ближайших культурных мероприятий. И два слова про спонсора. Нам в нелегком деле пропаганды культуры и искусства помогает строительная фирма ЖСК-173 «Ключ», которая занимается важнейшим вопросом квартиры. Я смотрю КВН по телевизору. На первом. Я уже не раз посещал местные игры. Дошел до финала. До финала местной лиги. В рангах и категориях я пока не разбираюсь. Но представляю, что это как в футболе. Только если в футбол играет весь мир, и мы в хвосте, то в КВН играют только в бывшем СССР. И мы здесь чемпионы. А здесь есть высшая лига, премьер-лига, и, наверное, вторая зона – Восток. Все наши где-то тут. И обставлено все серьезно. Финал. Главная театральная сцена края. Команда из Барнаула, а не хозяева. Одна из Рубцовска, но центральный район. Рубцовск сейчас меняет имидж. Борется за звание города «Ворота в Азию». Биск тоже ворота, но в другую сторону, в Горный Алтай. Их команда не приехала. Наверное, не попала в финал. Зато кости были. Город Томск. Парни в черном и с ними мальчик. Что главное в КВН? Вы думаете, юмор? Нет, вы ошибаетесь. Главная занятость молодежи – это первая задача всех государственных органов, в чью компетенцию попадает работа с молодежью. КВН – однажды правильно придуманный ход. Когда человек вырастает из рамок дома пионеров и поступает в ВУЗ, пусть играет в КВН. Мне нравится эта история. В этом эстрадном жанре есть все. И скромная критика действительности, почти сатира. И музыкальность. Нет только пространственного мышления. Они зажали себя в узкие рамки жанра эстрадного этюда. И ни в какую не хотят уйти от ширмы. А про смех я не буду говорить. У меня с чувством юмора не все в порядке. Старые анекдоты, разыгранные по ролям, меня не веселят. Положительный момент. Театр полон, молодежь занята. Поставим галочку. Дни Сибирской книги на Алтай. Организаторы это мероприятие определяют как праздник. Организаторов несколько. В том числе Краевая библиотека имени Шишкова и имидж студия Слободчиковых. Валерий Слободчиков известный писатель, фотохудожник, журналист и общественный деятель. Дни Сибирской книги – важнейший форум. В настоящий момент просто необходимо объединить сообщество писателей по региональному, если хотите, местечковому принципу, в хорошем смысле этого слова. В Барнаул приехали писатели из Новосибирска, Кемерово, Иркутска и даже Хабаровска. Большой интерес проявили к этому мероприятию и местные авторы. Началось все с приветственной речи директора библиотеки. Дорогие друзья, позвольте мне от имени всех сотрудников Алтайской краевого универсальной научной библиотеки поздравить вас, друзей книги, почитателей чтения с нашим замечательным праздником, праздником сибирской книги, которая впервые проводится на Алтайне. Недавно, посещая крупнейший в городе книжный магазин, мы обращали внимание на то, что в продаже появились книги местных литераторов. И это уже позитивно. Но есть и второй вопрос. Это место писателя в современном мире. В свете последних концепций краевой администрации везде говорят о формировании имиджа Алтая. И литераторы должны играть одну из главнейших ролей. Вот тут-то Слободчиков и его имидж-студия как раз кстати. Это их дело. Последние годы особенно потерялась связь писательская между регионами. Мало мы обменим всех книгами. Мы практически не знаем, над чем работают писатели, ну кроме так вот по большой дружбе. Над чем писатели работают в Иркутске, над чем в Арнауле. Хотелось объединить их в общий какой-то издательский проект. И проект, который бы ближе их привел к читателю. У нас есть имена достойные для Сибири. Я не буду их называть, чтобы какой-то ажиотаж не вызывать. Но вот когда мы обменивались, вот, и наши имена звучат не хуже. Ну, я думаю, здесь Иркутск, Новосибирск. Вот сейчас пытаемся мы немного догнать. Но по изданию той литературы, которая востребована читателем и библиотеками. И все же, посмотрев выставленную литературу, послушав кулуарные разговоры, можно говорить о том, что в местном литературном сообществе болото начинает подсыхать. Но без интриг не обходится. Мелкий город, немного книг, и писатели, на мой взгляд, неактивны. Между собой чик какой-то. Будет ли эффект от ней сибирской книги, трудно сказать. Но библиотеку, шишковку. На внутреннем пространстве, краевом, пропиарим. Галерея Кармин заняла свое почетное место в культурном пространстве нашего города. Несмотря на то, что не так давно открылась, еще года нет, и находится на квартал в стороне от главного проспекта города. Кармин со своим музейным, высоким стилем. Незастойное место. Здесь активно работают с коллекцией. Каждый месяц, а иной раз и два раза в месяц, устраивают отдельную экспозицию. Недавно открыли выставку работ Юрия Панина. К сожалению, Юрий Николаевич скончался на 75-м году жизни в 2004-м. И эта выставка посвящена его памяти. А память о художнике – это его творчество, его произведение. Панин был художником с европейским образованием, и это заметно в его работах. Но почти 50 лет прожил в Барнауле и проникся Алтаем. Его пейзажи, натюрморты искусствоведы называют лирическими. Художник был романтиком и, наверное, отдыхал в этих работах от соцреализма. Портрета комбайнера, свинарки Зои Романенко, семиклассницы и других. Галерея Кармин имеет серьезную коллекцию живописи алтайских мастеров. Но помещений пока не хватает, чтобы показать ее всю. И здесь нашли простой способ. Меняют экспозицию. Какие-то работы остаются в постоянной экспозиции, появляются новые, залы обновляются, меняется настроение. По-другому проявляются, казалось бы, уже знакомые работы. Я примерно два раза в месяц бываю в этой галерее. И, можно сказать, неплохо знаю их коллекцию. Но после переэкспозиции некоторые произведения меня в какой раз уже порадовали. Отмечу обязательно работы Майи Дмитриевны Ковешниковой. Великолепный мастер. Стоит, стоит посетить галерею Кармин. Для музейной экспозиции это великолепно. Сам проект народа Алтая, традиции и современности многогранный. Выставка разместилась всего в двух залах Краеведческого музея. Представлено немного экспонатов. Но собраны они так, что создается временное пространство культурной среды. Автор выставки Ирина Попова. Ее идея. Большой выставочный проект народа Алтая, традиции и современность родился еще в 2004 году. В 2005, в начале года, он был осуществлен при грантовой поддержке президента России. То есть, это был большой проект, который посвящен, по сути-то, этносу нашего региона. Алтай уникальный просто регион, где соединились различные культуры. Прежде всего, тюркская, а затем в XVIII, XIX, XX веках сюда переселяются славяна, финно-угорские племена, народы Поволжья. И вот смесь этих культур, в общем-то, как мы говорим, родила своеобразный сибирский народ. Сегодняшняя выставка, она называется у нас «Алтай, Россия, XXI век». Она не случайна, она является продолжением родной материнской выставки. Мы предложили художникам, членам Союза, то есть Алтайскому краевому отделению Союза художников России в лице Евгения Евгеньевича Скурихина, поддержать наш проект и создать еще одну выставку, на которой бы наши посетители увидели художественные работы. Но стержнем всех этих работ является этнос. И вот сегодня мы открываем эту выставку. Живопись, графика, скульптура, вы знаете, совсем как бы необычные, нечасто встречающиеся на выставке русский лубок. Представлены работы вообще семи авторов. Проект прекрасно исполнен с точки зрения экспозиционной. Он полноценный, а работы современных авторов великолепно вписываются в контекст выставочного пространства. Произведения Скурихина, Дыкова, Андрусенко, Юлии Кикоть, Александра Потапова, Михаила Яковлевича Буткеева сделают часть любому выставочному проекту. Сумев объединить современные произведения с памятниками культуры из собрания музея, авторы выставки решили сложнейшую задачу – связь культур. Необыкновенный театр и называется чудно. Театр пластической драмы «Человек» и жанр необычный – пластический театр. Не балет, не ансамбль танцев и не танцы народов мира, и все же последнее может стать отправной точкой их искусства. Театр «Человек» не скрывает своих корней и пристрастий этнических. Спектакль «Песни и дождя» создан по мотивам светской поэзии Далай-Ламы VI, «Мотыльки» – притча по эротической поэзии Древнего Востока. Театр, кстати, родился в городе Улан-Удэ. Это республика Бурятия, и связь с восточными культурами объяснима. А теперь восхищение. Великолепное представление, тонкое, поэтичное, какая музыка завораживающая, такая причудливая пластика, сколько необычного. Спектакль яркий, умный, нет слов. И за каждым движением эмоция, за каждым образом мысль, и все вместе – история цельная, открывающая другую культуру. Театр «Человек» – номинант театральной премии «Золотая маска» 2005 года. Это главная российская театральная премия. А к нам лауреаты и номинанты этой премии редко заезжают. Кого попало, на маску не номинируют. Да, это сложный театр, заумный и красивый. Только они уже уехали. А сейчас мы вам покажем музыкальное видео группы «Аквариум». «Зум-зум-зум» – песня с прошлого альбома. Клип замороченный, детей до 16 можно попросить зажмуриться, но, на мой взгляд, все вполне прилично. Борис Борисович несколько увлекает публику зрительными образами. Как говорят вживую, на Борис Борисовича и группу «Аквариум» можно будет посмотреть 13 декабря в Театре музыкальной комедии в 19.00. Спешите за билетами! Музыка Мои души не знают ничего, кроме музыки реггей. Небо и земля работают под музыку реггей. Никто в мире никогда не слышал этой музыки реггей. Но Лев Тостой писал тексты исключительно для музыки реггей. У нас был ящик за святым, но с него сбили пломбы. А где-то внутри все равно поет мутант соловей. Известно, что душа имеет силу ядерной бомбы. Но вокруг нее пляшут лама священник и ровим безнадежных степей. Извиняйте, дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было света. Это потому что зум-зум-зум-зум-зум-зум-зум. Все женщины знают, что ритм как солнце, а мы вокруг него как планеты. Это не еще зум-зум-зум-зум-зум-зум-зум. Боже мой, в какой же дыре живет мое племя. Глубоко под водой, где лицом к лицу не видно бубок. Но еще четыре года, и на часах будет новое время. Один мой знакомый, он знает, он в курсе, он сказал, что оно придет сбор. Извиняйте, дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было света. Это потому что зум-зум-зум-зум-зум-зум. Все женщины знают, что ритм как солнце, а мы вокруг него как планеты. Это ничего зум-зум-зум-зум-зум-зум. Извиняйте, дядьку, если что-то случилось, о чем уже давно было света. Это потому что зум-зум-зум-зум-зум-зум. Все женщины знают, что ритм как солнце, а мы вокруг него как планеты. Это ничего зум-зум-зум-зум-зум-зум-зум. Редактор субтитров А.Семкин Дамы и господа, местный художественный рынок пришел в некоторое равновесие. Но скоро начнется предновогодний ажиотаж. Ёлки, утренники, вечеринки, гуляния, фейерверки. Пока же все умеренно и о новостях по порядку. В арт-галерее Щетининых еще 9-го открыли выставку скульптуры Сергея Мозгового. Выставка называется «По скрипту». 12-го, внимание, в концертном зале Барнаульского музыкального училища пройдет концерт Даниила Крамера и Валерия Гроховского. Говорят всемирно известные музыканты. Это вечером. А днем в 15.00 в Театре музыкальной комедии пройдет гала-концерт победителей 4-го краевого конкурса юных вокалистов «Золотая нота». 13-го – аквариум. Сити-центр представляет в Парнауле концерт группы «Аквариум» с новой программой «Слова Растамана». 13-го декабря. Театр музыкальной комедии. Начало в 19.00. Вправки по телефону 38-08-92. 14-го играет Духовой оркестр. Музыка сибирских композиторов. Концерт пройдет в зале Академии культуры. 15-го в Молодежном театре «Алтая» премьера «Сиранода Берджерак». Дежиссер Олег Рымович Пермяков. И еще 15-го в это же время праздничный концерт, посвященный 105-летию Народного дома. 17-го, обратите внимание, в 14.30 в театре драмы «Певец», «Песняр», «Баян», «Всея Руси» Олег Атаманов. 21-го Великорусский оркестр «Сибирь» представляет программу, посвященную творчеству Георгия Сверидова. 22-го в театре музыкальной комедии «Бенефис Орги Гавриш». А с 24-го там начинаются новогодние представления «Большой кан-кан». Хватит на сегодня новостей, и осталось рассказать только про кино. Киносеть «Мир» представляет. В кинотеатре «Искра» 6 демонов Эмили Роуз И «Эон Флекс. Правил нет». В мини-плексе «Родина» сразу много фильмов. «Перевозчик 2», «Игрянул гром», «Греческие каникулы», «Крестные отцы», «Итальянец», «Супер Кросс» И, наконец-то, фильм Алексея Германа-младшего «Гарпаста». Ну, мне только кажется, что мир держится вокруг. На самом деле, по зрению, эти армии у нас не ставят, никто не занесется. Может быть, потом, лет через сто. Вот так у нас. А на самом большом экране города, в киноконцертном развлекательном комплексе «Мир» две картины – «Волк-одиночка» и «Домино» с «Миттирухой». Спасибо за внимание, дорогие друзья. Всего доброго, творческих успехов. Галерея «Кармин». Собрание произведений искусства. Выставки, экскурсии, продажа картин и художественных материалов. Галерея «Кармин». Вход бесплатный. Жизнь – словно дорога, которая пролегла через этот город. Его постоянство в том, что он всегда разный. Каждый год, каждую секунду. Он задает ритм нашей жизни. «Такси Мерси». Мы работаем для вас круглый год и каждую секунду. Дом, который станет вашей крепостью и тихой пристанью. Квартира, в которой будете жить вы, ваши дети, а потом и внуки. Она удобна, просторна, комнат хватает на всех, достаточно света и воздуха. Здесь тепло зимой и прохладно летом. Таким вы видите свой будущий дом. Тогда ваш партнер – ЖСК-173 «Ключ». Обращайтесь к нам по адресу. Северо-Властихинский проезд, 66, телефон 45-57-39.